Итак, здравствуйте, дорогие слушатели! Прошло всего полгода с момента последнего видео. Соответственно, можно записать следующее в нашем любимом цикле университета по цивилизации Третьей. И сегодня я расскажу о городах. Итак, города. Что же надо знать о них в Третьей Цивилизации? Прежде всего, надо сказать такую вещь, что в Первой, Второй и Третьей Цивилизации, мы говорим только про Третью, но это для Первой и Второй тоже верно. Значит, тут, грубо говоря, нет особо никаких штрафов на количество городов. То есть, ну и соответственно, чем городов больше, тем ваша империя, ваша экономика сильнее. То есть, вот всякие другие стратегии в плане количества городов были придуманы только в Четвертой Цивилизации. Ну, и по-моему, это все-таки спорное решение. Потом это было и в Пятой, а в Шестой, вот в Шестой интереснее поступили в этом плане. Но это тема для отдельного видео. Значит, в Третьей Цивилизации, грубо говоря, чем больше у вас городов, в разумных пределах, о которых будет чуть позже, тем для вашего государства лучше. Значит, что означают разумные пределы? Это означает, что нельзя просто... То есть, в Среди Цивилизации можно ставить город через каждую клетку. То есть, вот Гага, соответственно, свободная клетка. И вот где рабочие 15 штук, там может быть еще один город. Среди Цивилизации так делать, естественно, не надо. Ну, не во всех, опять же, случаях. Но так нет стратегии, где через каждые две клетки просто все ставится городами, и вы побеждаете, потому что так не работает. Соответственно, это происходит из-за того, что города друг другу будут мешать со временем. И чем они ближе друг к другу, тем раньше они начнут другу мешать. Потому что каждый житель, то есть каждый уровень города, это он требует одну клетку. Не всегда можно его сделать специалистом, но для дальнейшего развития города, соответственно, ему нужна клетка. Если два города будут рядом активно расти, то клетки закончатся очень быстро. Соответственно, есть несколько путей, несколько стратегий именно по количеству городов. И все они зависят от, прежде всего, целей, которые вы ставите перед своим государством, и направленности самого государства. Соответственно, в данном примере показан города на достаточно большом удалении друг от друга, потому что я сразу целился именно на длительное развитие, то есть на позднюю стадию игры. Потому что сейчас у меня, например, столица, абсолютно ей никто не мешает, у нее все клетки заняты, и, соответственно, максимальное количество продукции, коммерции, еды получает моя столица. То есть если бы у меня был второй город, например, ближе, на одну клетку, здесь, то уже они бы вот за эти три клетки немножко воевали. За эти. За эти две. Соответственно, мне этого не хотелось, потому что мне нужны были большие развитые города всегда под конец игры. Соответственно, если вы не преследуете таких целей, то есть, например, перед вами стоит задача завоевания, или какой-то просто ранней экспансии, но все равно с дальнейшим упором, например, победу доминации, либо победу захватом всего живого, то нет смысла тратить столько времени и сил на расстановку городов, грубо говоря, на позднюю игру, потому что до поздней игры дело не дойдет. Соответственно, четыре клетки это уже большое удаление. Через три клетки можно ставить, можно ставить и через две клетки, на самом деле. Потому что чем ближе город к столице, чем ближе к городу к столице, тем меньше в них коррупция. Про коррупцию будет отдельный, отдельное видео должно быть, потому что это очень серьезная механика именно в третьей цивилизации, которая была утеряна в пятой, к сожалению, и в шестой. В общем, это это очень грустно, потому что коррупция действительно проверяла вас на прочность. Соответственно, не беря сейчас во внимание коррупцию, просто ваше поселение будет тратить большее количество времени на то, чтобы дойти до следующего города. То есть, от Амстердама дойти вот до места этого города раз, два, три, четыре хода в начале игры. Ну, допустим, тут дорога, соответственно, три хода. А человек, который будет строить города через три клетки, он будет, грубо говоря, его империя будет быстрее набирать обороты, потому что он будет просто там через два хода у него город. Соответственно, в нем раньше начнется строительство каких-то зданий, юнитов, новых поселенцев. Соответственно, он быстрее будет основывать новые города. То есть, захват территорий, он будет идти, на самом деле, быстрее. Несмотря на то, что, как бы, можно поставить два города и занять эту территорию, а можно три города и занять, примерно, такую же территорию. Но, как я уже говорил, чем больше городов, тем лучше. Соответственно, если есть места, хорошие места, то есть, они просто какие-то джунгли, и там можно сколько угодно наставить городов, они не будут продуктивные, потому что джунгли — это гиблое место в этой игре, по крайней мере. То есть, надо всегда с умом подходить именно к... от места еще очень многое зависит. Тут мне, в общем-то, повезло, потому что весь этот полуостров был моим. Это большая карта, по-моему, да, это большая карта. Соответственно, но все равно, на самом деле, у меня были проблемы, хотя я довольно быстро развивался. Вот, за крайние территории уже компьютеры пытались на лодках приплыть и поставить там свои города, но у них это не получилось, потому что я оказался быстрее. Но потом мне пришлось все равно их захватывать, потому что это не дело. Полуостров должен быть всегда у одного игрока. Итак, значит, существует остановка через 4 клетки, через 3 клетки, иногда даже через 2 клетки, но это больше уже в мультиплеере, когда там только на войну речь идет о никаком развитии, даже думать не надо. Далее, предлагаю поговорить об экране города, просто чтобы разобраться, какая там представлена информация. Например, зайдем в столицу. Итак, в левом верхнем углу стратегические ресурсы, которые подключены к этому городу дорогами и их количество. Далее, соответственно, название, год основания, золото в вашей общей казне, оно во всех городах отображается, хотя нелогично, скорее, тут должно было отображаться золото в этом городе, которое хранится, потому что там при захвате или при чем-то вы можете терять золото, то есть, чтобы понимать, сколько золота вы потеряете. Далее, форма правления, население и текущий год. Далее, культура. Культура за ход 38, имена этого города и расширение границ у него произойдет через 197 ходов, то есть, уже никогда не произойдет. И, соответственно, общее количество культуры, то есть, 2527 из 10 тысяч нужных для культурной победы. Далее, этот глазок, это замечательная вещь, я ее вообще обожаю, и все детство вот так сидел и наблюдал за городами, когда там что-то построено, зайдешь, посмотришь, что вот какие-нибудь гавань построилась или какое-то чудо света. В общем, это очень интересно тоже, когда цивилизация стала трехмерной, про этот экран города как-то забыли, хотя могли бы его сделать красивым, анимированным как-то с 3D-модельками. В общем, очень интересно всегда было на него смотреть, мне, по крайней мере. Соответственно, кнопка выхода из этого города, из экрана города. Далее, слева внизу, значит, здания, которые построены, то есть, например, дворец, бараки, амбар и так далее. Значит, сколько приносят культуры здания, если приносят, то есть, дворец 2, соответственно, библиотека много, университет еще больше. И содержание, значит, то есть, бараки за один золотой заход, амбар тоже, а вот, например, фабрика много и так далее. То есть, и сколько, например, приносят золото от туризма. То есть, например, великая библиотека приносит некоторое количество коммерции и вход именно за счет туризма. Далее, люксовые ресурсы, то есть, те, которые дают счастье и сколько они дают счастья. То есть, вот тут соответственно, шесть, то есть, ну, значки, то есть, можно понять, какие ресурсы получает этот город. Изразно, чем, когда вы строите рынок, рынок, вот, то он дает, что я делаю, то рынок дает счастье. от именно количества ресурсов в городе. То есть, вот за, то есть, дополнительное счастье от ресурсов. Соответственно, и оно отображается здесь. Далее, загрязнение, которое генерирует этот город, но это актуально уже для более поздних стадий игры. До этого землетрясения не бывает загрязнений. То есть, когда город начинает провести загрязнение после населения 12, сам по себе оно мало, но в основном, если вы строите фабрику, то есть, именно вот эту фабрику, значит, она начинает много загрязнений генерировать. И если, например, угольную теплоэлектростанцию в дополнении построить, то есть, не вот, у меня гидроэлектростанция стоит, а угольная, она раньше доступна, дешевле в производстве, но очень много загрязнений генерирует, и это большая проблема становится. Соответственно, они отображены здесь. Далее, ну, одно из самых важных это продукция, то есть, производство, то есть, это щиты по, на языке третьей цивилизации, то есть, 82 у меня производство это города, но это довольно, довольно внушительное количество. Далее, еда. Значит, еда, 44 заход, и все 44, они съедаются. Соответственно, у меня нулевой прирост, то есть, у меня город 22, и он больше расти никогда не будет, потому что у него просто закончились клетки, и брать его некуда, еду больше ниоткуда. Соответственно, если взять другой город какой-нибудь, вот, например, этот город, у него 37 заход, но съедается 36, то есть, одна еда всегда остается, соответственно, идет прирост. С приростом разобрались, далее идет коммерция. Коммерция это очень интересная вещь, значит, всего показано вот этим числом, сколько коммерции вход геерирует город, то есть, всего столица получает 143 коммерции вход. Далее, идет три таких графы. Первая с сундучком означает казну, то есть, сколько каждый ход идет, как бы, накапливается, идет в казну. Соответственно, ноль, то есть, вообще, все эти 143 золота заход идут на некие расходы. Далее, 142 из 143 или 90 процентов идут на научные исследования, то есть, вот, колбочка это научные исследования. Далее, тут написано семь, а не один, хотя логично, что должно остаться единица коммерции, но почему-то семь, именно из-за великой библиотеки, то есть, вот это туристическое золото, оно почему-то сюда не пишется, а сюда пишется, то есть, именно потому, что оно входит всегда в счастье жителей, то есть, вот это довольно, довольно смайлик, он означает счастье жителей, который мы перейдем чуть позже, и, сразу же туда идет, вот это одна коммерция, так, извиняюсь, одна коммерция оставшаяся, и еще шесть от великой библиотеки, и получается всего 10%, то есть, она тут немножко странно считается, но не важно, далее, ну, гарнизон, то есть, какие тут войска, тут все обозначают, и воздушная, и воздушная техника, и любая, все обозначается, здесь, и артиллерия, там, и пушки, и все, далее, да, вот, на строчке производства еще есть три кнопочки, первая кнопочка называется связаться с губернатором, и она связывается с губернатором, то есть, это, грубо говоря, автоуправление городами, можно тут настраивать, то есть, тут достаточно много позиций, но, я, честно говоря, этим практически не пользуюсь никогда, потому что, потому что мне интереснее самому следить всю игру за городами, как-то понимать их направление развития, то есть, мне выставлять, вот, это все выставлять, честно говоря, лень для каждого города, это не так важно, далее, ускорить производство, это именно то, про что я говорил в видео про правительство, то есть, у каждого правительства, напомню, свой метод ускорения производства, у кого-то он через золото, как, например, в республике, у кого-то через трату населения, как в, там, к примеру, в фашизме, то есть, вот у меня стоит что-то на производстве, ну, к чудесам это не относится, к примеру, у меня нет ничего, что строится за два хода, надо найти что-то, что строится, вот, например, бараки, строятся через два хода, соответственно, если я нажму ускорить производство, он мне скажет, что хотите ли вы построить бараки со 48 золота, то есть, ускорить, я нажимаю да, и у меня всегда ускоряет, то есть, сокращается до одного хода производства, соответственно, ну, если это стоит больше ходов, то это будет стоить больше золота, больше жителей, соответственно, понятно, и третья кнопочка, это призыв в армию, то есть, если вы нажмете, то уровень города сократится на 1, но появится самый, самый сильный защитный юнит, который доступен в эту эпоху, то есть, в моем случае, это уже мотопехота, последний защитный юнит, но она будет рекрутом, то есть, у нее всего два очка здоровья, то есть, вот, например, у пехоты 4, она ветеран, а у рекрутов всегда два, то есть, он довольно легкая цель, но все-таки, это еще одна возможность как-то уберечь город, соответственно, сколько можно призывать за каждый ход, тоже в каждом правительстве разное число, я об этом говорил, то есть, в республике только одного, то есть, я могу в каждом городе, например, призвать по одному, одной мотопехоте, рекрут, но это как бы неплохо, на самом деле, для обороны, но не надо на это рассчитывать, на самом деле, если такого дошло, то вы что-то делаете не так. Далее, далее идет про еду информация, соответственно, написано, через сколько ходов ваш город вырастет, вот из-за того, что я как бы снял жителя одного на мотопехоту, то у меня появилось две лишних еды, которая как раз через восемь ходов позволит опять вырасти до 22 и прекратить еду, ой, прекратить рост, потому что каждый житель расходует две еды, две пищи, чтобы он не умер. Далее, соответственно, вот это квадратики, если они заполняются едой, то, ну, это графически показывает, что город растет. Соответственно, тут написано амбар, что это значит? Это значит, что когда вы строите амбар, то половина еды, она уже имеется в амбаре, то есть надо заполнить только половину этой вот этих клеточек с едой. То есть, если бы амбара не было, то все, вся эта еда была бы пустая, но у меня, а вот, есть город без амбара, странно, кстати, что у меня второй город без амбара, но, видимо, уже не было смысла, то есть, ему надо каждый ход заполнить, ну, каждый раз, когда он растет, заполнять все вот это едой, тогда он вырастет. Соответственно, ходов гораздо больше пойдет на нарост. И далее идет по производству информация, то есть, это объект, который сейчас стоит на производстве, в данный момент это чудо света, но можно лабораторию, то есть, не важно. Далее, внизу, опять же, показан графически, сколько нужно еще щитов, то есть, которые идут, каждый ход отсюда, чтобы завершить этот проект. То есть, в данном случае у меня уже есть некое количество щитов, которое было вложено в этот проект, оно показано здесь. И это еще один интересный момент именно про третью цивилизацию, что тут есть такая тема, как накопление производства в городе. То есть, можно копить, 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 копить на строительстве какого-то чуда света дорогого, то есть, который стоит аж тысячу щитов. и потом, например, переключиться на другое чудо света, которое будет строить примерно, например, 800. То есть, если у вас уже есть 900, например, вложено, а есть, вы хотите переключить на то, что стоит 800, логично, что оно уже, ему хватит счетов для построения, соответственно, оно будет стоить 1. И у вас вылезет вот такая табличка, что вы потратите некое количество счетов в пустую, если переключиться на этот проект. Ну, заразно, это работает не только с чудесами, но и с любыми зданиями. И вообще, с любыми постройками. И с юнитами. То есть, можно строить какой-то дорогой юнит, потом переключиться на здание или наоборот. Только с благосостоянием это не работает, но это логично, что он это проект, который никогда не может быть завершен, соответственно, нелогично было бы, если он мог накапливать очки производства. Значит, вот такая вот тема, это очень важно, то есть, этим надо уметь пользоваться, это играет решающую роль при строительстве некоторых чудес света. Без этой механики компьютеры могут не дать вам построить чудо света, потому что компьютеры всегда видят, на самом деле, что вы строите. И если они видят, что вы переключились на какое-то чудо света, то есть, например, вот программу сети, то какой-то компьютер по-любому уже начал ее строить. Но это явно не один из этих, потому что они по науке отстают, кроме персов, разве что. То есть, вот, либо персия, либо майя, либо кто это, хеты, в общем, если у них есть технологии, они, скорее всего, где-то тоже поставили уже строиться это чудо, просто чтобы мне помешать, потому что, ну, вот такие вот они вредные. И, соответственно, есть еще очередь производства, то есть, можно нажать на shift и ставить очередь. То есть, например, после танка я хочу построить истребителя, потом гражданскую оборону и потом еще... Первый у меня будет стать сеттинг. Я могу первым поставить угольную электростанцию, которая мне не нужна, потому что у меня уже есть гидроэлектростанция. Так, это по производству. И теперь в центральную часть, где тоже очень интересная информация находится. Здесь показан город, соответственно, центральная клетка города и вот этим вот своеобразным ромбом всегда разрастаются территории. Соответственно, на них можно ставить ваших жителей на работу. И показано, сколько дает каждая клетка еды, производства, коммерции. Соответственно, если вы снимаете жителя с клетки, он становится специалистом, который тоже может быть разных видов. То есть, это артист, сборщик налогов, ученый, полицейский, гражданский инженер. И все они делают разные задачи. То есть, артист добавляет еще одного довольную. То есть, в общем, работает на увеселение граждан, соответственно, сборщик налогов собирает деньги именно в казну. То есть, вот, он всегда собирает в казну. Нельзя со сборщика налогов направить на, к примеру, научные исследования. Это очень важно. Соответственно, ученый делает то же самое, только направляет научные исследования, полицейский уменьшает коррупцию, и гражданский инженер увеличивает производство именно объектов не военных. То есть, гражданских объектов, любых, он увеличит производство. Соответственно, и показаны жители. То есть, вот, все 20, 20 жителей, 21 уровень города, это 21 рожица, и они могут быть все в трех состояниях. Либо счастливы, либо удовлетворены, то есть, нейтрально относятся, либо несчастливы. То есть, положительно относятся к тому, что вы делаете, нейтрально и отрицательно. Ну, и специалисты, они как бы всегда считаются нейтрально относящимися. Соответственно, если у вас число счастливых жителей будет меньше числа несчастных жителей, то в городе вспыхнет восстание. Там, как такой дымок будет показан. Соответственно, оно прекратит производство, прекратит коммерцию. Ну, в общем, оно полностью будет поглощено этим восстанием. Соответственно, его надо гасить. То есть, надо сделать так, чтобы количество счастливых было больше, столько же, или больше, чем несчастных. Это можно делать, просто снимая их с работы, делая их артистами или просто специалистами любыми, либо через советника, то есть, через вот этот слайдер, который просто распределяет расходы. То есть, если чем больше вы вкладываете в счастье, тем больше денег идет в эту колонку, в колонку счастья. И, соответственно, сейчас они все счастливые абсолютно, потому что куча денег идет на их увеселение, но в науку не идет ничего. Поэтому тоже очень важная механика, надо следить за этим. Много времени это занимает. Так, ну, сразу, ну и стрелочки, которые позволяют переключать на следующий город. Далее, и последнее, что важно, это именно та самая коррупция, про которую все-таки я расскажу отдельно в целом, но на экране города она выражается вот так. То есть, красный щит, это он входит в число всех, в число продукции, вход, но он не идет на производство чего-либо. То есть, он просто теряется. То есть, как бы, на самом деле у нас 68 производства, а не 69. И то же самое с коммерцией. То есть, 44 коммерции вход, но две из них теряются коррупцией. на самом деле, 42. И город отправляет на науку не 6, а на самом деле нет, извините, я все напутал, потому что я уже, уже к вечеру дело идет. Наоборот, он не считается коммерцией. То есть, 6 на науку и 2 на коммерцией. То же самое с производством. То есть, 70 всего, но 1 теряется, поэтому 69. И, соответственно, если больше поставить науки, то коммерция будет увеличить. То есть, коммерция, ой, коррупция не... Вот, увеселение граждан не идет, оно идет только от науки. То есть, чем больше увеселение граждан, тем, чем больше несчастных граждан в городе, тем коррупция всегда будет больше. И в производстве, и в коммерции. То есть, на самом деле, коррупция по игре называется только то, что вот вот это коррупция, а это идет просто waste, как бы, потеря производства. Ну, все просто всегда называют все коррупцией. Поэтому нет смысла придумывать велосипед снова. Далее по списку надо сказать о том, что город бывает трех видов. Значит, когда у него население от 1 до 6 включительно, он является как бы сказать, городком таким маленьким. Значит, у него вот этот экран, маленький, территорию занимает город. И, соответственно, чтобы ему вырасти дальше, то есть, после 6, чтобы перейти с 6 на 6 уровень, на 7 уровень, значит, можно делать несколько вещей. если город стоит около источника пресной воды, то есть, например, как Амстердам стоит около реки, или, где у меня какое-нибудь озеро есть? Нет озер. В общем, озеро, вот как вот этот Канеш, город, он стоит около озера, потому что, ну, озеро, хотя, написано, что это берег, но это на самом деле озеро. Это странно. Сейчас я найду где-нибудь озеро. Ну вот, это как бы тоже написано коуст, но это не побережье, это не море, то есть, это именно источник пресной воды. В общем, то есть, внутренний водоем, который не связан с океаном, где нет клеток океана. То есть, если, например, будет настолько большой внутренний водоем, что в нем уже есть клеточка вот океана именно, то это уже не считается источником пресной воды, это уже соленая вода. Значит, либо озеро, либо река, то город просто может взять и выйти, вырасти с 6 до 7, то есть, ему ничего не надо. А если нет реки, то и нет озера, то нужно строить акведук. Значит, например, вот здесь у меня по-любому есть акведук, вот он. То есть, это как бы подводка к городу чистой питьевой воды, и без нее город не сможет вырасти до 7 уровня. То есть, он просто на 6 станет, просто перестанет расти. И далее, соответственно, с 6 до 12 уровня включителя, он является городом. То есть, вот так выглядит городок, так выглядит город. То есть, уже побольше, соответственно, он и место занимает побольше. и он не может вырасти с 12 до 13 просто, потому что уже требуется больница. И больница требуется всегда. То есть, в любом городе, кто у меня больше 12, у меня есть госпиталь. Только одно исключение есть у этого. есть чудо, которое находится вот тут. Вот. Оно, честно говоря, довольно бесполезное. Театр Шекспира. Оно делает 8 несчастных жителей, становится удовлетворенными, нейтральными. И оно позволяет расти за 12. То есть, но его можно поставить только в городе, который имеет от 7. То есть, только именно в городе. В городке его нельзя построить. То есть, это единственная возможность раньше госпиталей получить больше город. То есть, в принципе, это довольно неплохая тема, но, учитывая, где он находится, вот по ветке технологии, он вот в... Напомню, что этими кружочками я не помню, я говорил уже. Это в общем, если отмечено вот таким кружочком, то эта технология не требуется для перехода в следующую эпоху. То есть, свободное искусство, оно находится вот на таком отшибе, причем из технологий, которые не нужны. То есть, их никто не получает. Только демократия, но я, например, не играю сейчас в демократию, мне она вообще не нужна. То есть, мне вся вот эта ветка, я ее вот не исследую. Потому что я быстрее перехожу в следующую эпоху. Но единственное, что вот в экономике здесь есть торговая компания Смита, это очень сильное чудо на самом деле, особенно для больших империй. То есть, если успеваете, оно стоит того, но все остальное просто довольно бесполезно. Культурные границы, культурные границы государства, соответственно, вот так они обозначаются, ну, просто границы. Соответственно, когда город только основывается, он имеет вокруг себя вот, то есть, вокруг центральной клетки вот эти девять клеток. Нет, три и еще пять. Да, девять клеток. Значит, то есть, он таким квадратиком. Потом он разрастается следующим этапом, то есть, когда вот идет решение границы, он до такого ромба своеобразного. То есть, надо всегда держать в уме именно какой, какие клетки будет занимать город при строительстве следующего города. То есть, чтобы свободных клеток было, ну, недоступных клеток для городов было как можно меньше, то есть, чтобы вся земля использовалась. Не факт, что у меня тут нет таких клеток, скорее всего, я где-нибудь ошибся, но такое бывает. в общем, надо с умом ставить города, на самом деле, особенно учитывая, что их очень много. Значит, эти границы, они зависят от культуры, как я уже говорил, когда набирается следующее вот количество культуры, то есть, например, еще 60 культуры, то есть, еще 30 ходов по 2 культуры вход, вот следующее будет расширение границ. Также влияет культура и на культурный переход городов, о котором я говорил в видео про настройки игры, по-моему, в самом первом. Соответственно, если, вот, к примеру, включен этот культурный переход, то вот стоит город, и через клетку уже город чужой цивилизации. Соответственно, если у меня культуры гораздо меньше, и в мои жители, вот еще в скобочках в жители написано, какое они национальности, то есть у меня все тут из Нидерландов, а, соответственно, где-нибудь можно найти, скорее всего, у меня такого не будет, потому что я не занимался захватом, не занимался присоединением рабочих, то есть, например, если в вашем городе есть жители другой цивилизации, то это очень сильно повышает вероятность того, что он будет, что он перейдет, то есть, если этот город будет культурно доминировать над моим городом, и еще в моем городе будут его граждане, не граждане, его граждане, а его национальности люди, и еще это зависит от количества войск в городе, то есть, чем больше войск, тем меньше вероятность перехода, то город может отойти сопернику, но в этой игре у меня вообще отключен культурный переход, и я не люблю с ним играть, потому что это просто нечестно местами, то есть, компьютер на высоких сложностях, у него город вообще невозможно отобрать, а вот ваш город он отберет на раз, два, три, и это очень неприятно. Далее, следующее по списку, очень важная и интересная механика, именно в третьей цивилизации, она мне очень нравится, и она очень логична, значит, рабочий может являться, рабочего можно пересадить в другой город, то есть, к примеру, его можно завести, например, в этот город, Арнхейм, и нажать кнопку B, ну, или вот тут кнопку присоединиться к городу, соответственно, рабочий потратится, но уровень города увеличится на один, то есть, таким образом, можно из одного города перегонять население в другой, то есть, например, ну, самое важное применение этого, это когда строительство какого-то чуда света, то в столице, к примеру, и столице малого уровня, ей можно быстро добавить жителей именно с помощью рабочих, то есть, это на самом деле очень важно, очень нужно, и надо уметь этим тоже пользоваться, и пользоваться, потому что, не знаю, честно говоря, не очень в курсе пользоваться ли этим компьютеры, но если они этим не пользуются, то это сильно их ослабляет, думаю, что они этим не очень хорошо пользуются. Да, и по аналогии с рабочими, так же могут делать и поселенцы, только поселенцы добавляют двух жителей, потому что они требуют для постройки двух жителей, то есть, рабочие или постройки требуют одного жителя, добавляют одного, поселение с двух, и, соответственно, добавляют сразу двух жителей. Далее, загрязнение, значит, загрязнение очень простая механика, образуется собственно, клетка, загрязненная клетка, которую невозможно обрабатывать, то есть, можно поставить на нее жителей, и там будет просто один красный щит, то есть, необходимо рабочих перегнать, перегнать сюда, и, соответственно, их очистить, только после этого можно будет снова использовать эту клетку городом. Соответственно, не только город может производить загрязнение, а еще и вулканы, то есть, когда вулканы извергаются, вот, например, вулкан, но вот он сейчас неактивный, когда он активный, там такие, такой, как пепел из него идет, значит, когда вулканы активны, он может извергнуться, и, соответственно, некоторые клетки вокруг себя загрязнить. На этом можно на сегодня закончить, и так, видео получилось очень длинное, если я что-то не сказал, а я уверен, что я много чего не сказал про города, буду добавлять уже в следующих видео, так сказать, добавочную материалку это давать. Все, спасибо за внимание.